Слава Иисусу Христу! В первую очередь, я хочу благодарить Бога за новую встречу у Его Святых Ног. И хочу просто порадоваться за вас, за вашей чудесной хор, молодежь. Просто я вот сижу рядом и чувствую, что пастырю это нравится, он доволен. Вашему пастырю. Мне тоже, ну представьте себе, и Небесный Отец, он тоже доволен тем, что вы делаете. Спасибо вам, молодцы, так держать. Продолжайте. Слава Богу за все благословения, которые мы имеем от Бога. А еще хочу сказать, вот один брат проповедовал впереди меня, обратил внимание на одну такую важную вещь. Он призывал сделать выбор и просто учил нас чему-то. Но я обратил внимание, что самая такая лучшая реакция была в зале, на все, что он говорит, когда он дважды покаялся. Поэтому я хочу вас ободрить. Каяться это не стыдно. Это делает человеку часть. И привлекает других. Но, с другой стороны, об одном покаянии отдельно. Когда он сказал, что я каюсь в том, что он решил, что он уже старый для молодежи, то пастырь говорит рядом, кайся, не кайся, а жениться надо. И я хочу сказать просто молодежи, как легче жениться. Особенно братья. Это можно сравнить с таким положением. Как можно жениться? Это все равно, что броситься в озеро с головой в воду и поплыть. И одни так и делают. Он бросился и поплыл. Кстати, сегодня свадьба рядом. Вы в курсе сделали, да? А другие не могут жениться. Почему? Потому что они приходят к воде и начинают пробовать. Холодная вода, какая теплая, нормальная. И никак не решаются поплыть в это серьезное плавание. А третьи, то они вообще ходят вокруг озера и к воде не приближаются. Поэтому у нас есть выбор. У нас есть выбор. Но говорят так, если до 25 не женился и до 30 тебя не женили, то потом трудно жениться. У нас есть выбор. У молодежи тоже. Пусть во всех благословит Бог. Времени так много, но я хочу просто сейчас донести до вас очень важную истину, в которой я верю и переживаю. Я хочу сказать о трех этапах духовного роста. О трех этапах духовного роста. Давайте мы будем вместе читать Колоссянам 3 глава с 1 стиха. Здесь написано так. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Интересное заявление. Написано так. Если вы воскресли, то ищите. А если нет, то и не надо. Или вряд ли получится. А дальше написано. О горнем помышляете? А не за мной. Но при условии, если что, воскресли. Проблема есть в том, что воскресение возможно только после смерти. И если мы умерли для греха, умерли для себя и умерли для мира, значит, мы можем надеяться на то, что мы что воскреснем. И написано. Если вы воскресли, то ищите. Здесь в этих стихах определяется цель в христианстве. Вообще цель окрыляет. Человека трудно заставить что-то делать. Он, если и будет это делать, он будет это делать недолго. Но если ее вдохновить, его никто и ничто не остановит. Какая же наша цель? И дальше написано. Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Я на этом акцентирую внимание. Это наша цель. Христос скоро придет. А мы должны к этому дню или времени быть готовы. К переселению. Так или нет? И вы знаете, что я верю и что я проповедую? Насколько мы готовы к отдельному служению? Насколько мы готовы ко встрече со Христом? Например, в служении, чтобы служить, это определяет пастырь, кому дать спеть, кому не дать, кому дать проповеду, кому не дать. Но моя ответственность быть готовым. И насколько мы готовы к отдельному служению, настолько мы готовы ко встрече с Ним. И когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. И я понимаю, если жизнь моя Христос, если жизнь наша Христос, если мы подражаем Ему, если мы отображаем Ему в своей жизни, если мы имеем первый этап в христианстве, или первый этап духовного роста, я вам расскажу одну притчу, чтобы вам было понятно, что я хочу донести до сердец молодежи, и не только молодежи. Однажды волк наблюдал за тем, как живут овцы. И ему понравилось, что они живут мирно, спокойно. И ему захотелось пожить с ними, пожить среди овец. Я провожу параллели. Никто, приходя в церковь, он снова не возвратится туда, если ему там что-то не понравилось. Но если ему что-то понравилось, он пожелает туда прийти, так или нет. Вот точно так волку, ну понравилось. Но в чем была проблема волка? Он понимал, как только он появится среди овец, его тут же обнаружат. И он не знал, как это сделать. И вот что он сделал. Когда никто его не видел, он одну овцу задрал, мясо съел, а шубку одел, и пришел к овцам. Но здесь ее проблемы не закончились. Какая была следующая проблема у волка? Все дело в том, что он привык кушать мясо. А здесь надо травкой питаться. Я привожу параллели, послушайте. Например, вот, если предлагаешь иногда неверующего человека, даже и верующим бывает, читай Библию, пребывай в слове. Люди, которые неверующие, они говорят, я там ничего не понимаю. Мне это не нравится. А почему? Это же не значит, что он чем-то не питается. Иначе бы он умер. Он чем-то питается. Только травку он кушать не привык. Вы можете ее заставлять, но Библия говорит, вкусите и увидите. Его надо понять вкус. Еще одна параллель. Например, молитва. Как мы дружим с молитвой? Образно говоря, волку очень трудно молиться. Что это значит? Например, когда вы приходите в церковь, и, например, я знаю в моей жизни, я когда-то начинал вот свое служение, приходил в церковь, мне нравилось, как поют. Вот если бы такой хор был в то время, когда я был еще маленький, я не знаю, был бы на десятом небе. Мне нравилось иногда, как они проповедуют, но когда они начинали молиться, я не знал, куда себя девать. Первый вопрос, который у меня возникал, почему они молятся? Почему? Я это спрашивал. Потому что я к этому не привык. Когда я уже какое-то время проходил, я уже соглашался. Ну ладно, пусть молятся уже. Ладно. У меня следующий вопрос возникал. Почему так долго? И вот люди с таким состоянием, они могут петь в любом хоре, но больше пяти минут молитвы они практически не выносят, не выдерживают. И редко молятся, когда они остаются одни. Почему? Природа у них другая. Еще одна проблема была у волка. Когда он спал, он постоянно должен был вести себя так, чтобы его не обнаружили. Но овцы, когда спят, они жуют жвачку. Образно это христианик, который размышляет над Словом Божиим. Это чистые животные. А волк, у него выбора не было, как-то уже пробовать что-то жевать. Но проблема была волка, как только он пытался это делать, он тут же просыпался. В результате ни сна, ни отдыха, ни покоя. И вы знаете, что волк решил? Он решил возвратиться к волкам. Говорят так, сколько волка не корми, а он в лес смотрит. Ну, кажется, пошел, да и ладно. И успокоился. Но нет, ему же и там что-то понравилось. Может быть, кто-то, а может быть, что-то. И вы знаете, что волк решил делать? Он решил так, что среди недель я буду жить, как волк, а по воскресеньям приходит в церковь. Я извиняюсь, такое христианство тоже бывает. Они и воют по волчьи, когда их никто не видит, а когда приходят в церковь, как агнцы смиренные. Но вся проблема в том, послушайте, самое тяжелое в христианстве, запомните это, самое трудное в христианстве, это притворяться. Легко быть. Пусть спасенным, пусть победителем, пусть грешником даже. Ну, покаялся и ладно. Но когда ты притворяешься, это невероятно трудно. Это постоянное напряжение, чтобы никто меня не увидел. Я хочу вам сказать честно, этот волк устал от этой двойной жизни. И такое и в людях бывает. И вы знаете, что он сделал? В конце концов, он смолился и сказал, Боже, помоги мне, сделай меня овцой. И Бог эту молитву услышал. Послушайте, церковь – это то место, где жизнь человека изменяется к лучшему. Здесь люди, приходящие к Богу, их не переучивают и не перевоспитывают, они перерождаются. Аллилуйя! Слава Иисусу! Мы должны это четко понять. Почему? Потому что по мере наполнения наших церквей невозрожденными людьми, они тянут грех в среду христиан. Почему? Потому что они по-другому жить не могут или не получаются. Вот почему Бог желает что-то важное донести до нас. Еще такой пример, практически приведу вам, чтобы вам было понятно. Однажды один наркоман говорит, уже привели под руки меня в одну церковь, потому что пока ходил ногами, сопротивлялся и не шел. Когда меня завели, говорит, а собрание было небольшое, и все друг друга знали. И говорит, пастырь как увидел меня, тот сказал, еще одна овца прибилась к стаду. А я, говорит, сижу, и мне хочется кричать, я волк, я волк. Но, говорит, уже было силы, не было во мне это сделать. И вы знаете, Бог на этом собрании меня сделал овцой. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Скажите, пожалуйста, что будет делать свинья, если ее хорошо помыть? Понимаю, она снова будет искать грязь. Почему? Природа у нее такая. А если овцы попадут в грязь, они выскочат оттуда, как ошпаренные. Потому, христианин, попадая в греховную ловушку, он чувствует себя неудобно. А грешник, как рыба в воде. Но Бог желает изменять жизнь и сердца. И вы знаете, вообще скажите, когда, в конце концов, свинья бывает чистой? Кто знает? Когда ее зарезали и помыли. А теперь читаю. Итак, если вы воскресли со Христом, и если вы умерли для греха и дьявола, то ищите горнего, о горнем помышляйте, а не о земном. Еще раз, Христос не перевоспитывает нас здесь и не переучивает. Когда-то нас в Союзе учили, что для построения нового общества надо новый человек. Мы коммунизм строили. Но почему не получилось построить? Потому, что не получилось с человеком, не получилось с обществом. Закон страны, он может сдерживать зло, но он не в состоянии менять природу человека. Это может сделать только Христос. Вот почему однажды он сказал Никодиму, тебе надо обнародиться свыше. Он был в шоке. Неужели все то, что я делаю, этого недостаточно? А он ему говорит, тебе надо не просто учитель, а спаситель. Тебе надо не религия, но живой Бог. Тебя надо переродить, потому, что мы унаследовали греховную природу от Адама, которая постоянно тебя тянет в болото греха. Но Бог, он в состоянии изменить каждого во имя Иисуса. Тогда ты будешь наслаждаться молитвой. Тогда ты будешь отдыхать, размышляя Слово Божие. Это есть благословенная и прекрасная жизнь. Господи, помоги нам понять все это, чтобы исполнить Твою волю в нашей жизни. Итак, я читаю дальше стих за стихом. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сыновопротивление. Это первый шаг в христианстве. В основном христиане, вот даже спрашиваю неверующих, что вы можете сказать о христианах? Что это за люди? Есть несколько ответов. Одни говорят так, это люди, которые не пьют, не курят и не ругаются. И в основном это люди здесь именно такие. Но это только первый шаг в христианстве. Других спрашиваю, они говорят, это люди, которые соблюдают праздники и по воскресеньям ходят в церковь. Третьи вообще говорят, это люди обособленные, они живут в своем таком небольшом мирке. Туда трудно попасть другим. Трудно встретить такого человека, неверующего, который сказал бы, это люди добрые, это люди высокой морали и чести, это те люди, которые не подведут, не предадут, это те люди, на которых можно положиться и верить и так дальше и так дальше. Почему я это говорю, друзья мои? Итак, я объяснил вам первый шаг в христианстве, мы это оставили, написано, отложите, что там, блуд, нечистоту, страсть, ну здесь молодежь, я хочу вам сказать, ну несколько слов. секс, он всегда должен быть освящен, что это значит? Это значит, что это очень серьезно, мы в завете с Богом, вы в завете с Богом, и когда делается это преступление, вы разрушаете завет, вы разрушаете заветные отношения, если вы в браке, и это преступление очень серьезно. В Библии не случайно написано, написано, что один познал там Еву или там Сару, а другой спал. Это разные вещи, это разные вещи. Вот почему мы это все оставили. Это не наша жизнь, это чужая территория. Господи, помоги нам во имя Иисуса. Вы желаете жить победоносной жизнью? Слава Иисусу! Послушайте меня внимательно. Я говорил сейчас о плотских христианах. О плотских христианах. Но Бог желает что-то решительное менять в нашей жизни. И если у вас всего этого нет, послушайте, что дальше ожидает от нас Бог. Написано дальше 8 стих, а теперь, еще раз повторяю, когда вы это уже сделали, а теперь вы не должны становиться на пол пути, а что я должен делать? А теперь отложите все. Что это все? Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Вы меня слышите, да? Когда вы внешне поменялись, вы должны измениться внутри. Причем измениться так, чтобы перемену эту у вас увидели другие. А теперь отложите все. Я вам привожу практический пример. Что будет, например, если бросить камень, например, в лужу? Что будет? Ну, пожалуйста, будьте активны. Лужа это вся возмутится, а вся грязь подымется, и все будет покрыто мраком. А что будет, если камень бросить, например, в море? Это на нем никак не отразится. Люди, которые бросают камни в вашу сторону, в мою, они были и будут, но это не значит, что ты должен по поводу и без повода возмущаться. Все зависит от насколько глубокое наше христианство. все зависит от глубины нашего посвящения. Бог призывает нас на новую высоту, чтобы наша жизнь засияла яркими красками. Я вам приведу библейские примеры. Вот смотрите, примере жизни Моисея. Число 20 глава 10 и 12 стих. И сказал народу Моисей, послушайте меня непокорные, разве из этой скалы извести для вас воду? И сказал Господь Моисея за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Я думаю, что вы слушали меня. Я хочу акцентировать внимание на следующем. Моисей говорит израильскому народу, послушайте меня непокорные. Скажите, пожалуйста, они были покорные или непокорные? Непокорные. Моисей был прав? Прав. Почему же написано? И сказал Господь Моисей за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою, вы не ведете этого народа в землю, которую я даю ему. Казалось бы, такая мелочь. В чем проблема? Проблема в том, что Христос обращает внимание не только на то, что я говорю, а с какой интонацией я это делаю? Это был кратчайший человек на земле, он терпел, терпел, а потом сказал, послушайте меня, непокорные. И вы знаете, какое у меня есть утешение для вас? Оно состоит в том, что Бог более милостив к вам, нежели к Нему. Почему? Потому что чем выше положение и должность, тем больше ответственности. И то, что другим позволено, тебе нельзя. Это вопрос лидерства и руководства. примере жизни Давида. На хребте моем орали ратай, послушайте, проводили длинные борозды свои, много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. Кто может сказать что-то подобное в вашей жизни? Было, что вы так борозды делали на вашей спине, прокатились катком железным по вашей жизни, равняли, пытались раскатать. Он говорит, все это было в моей жизни, много теснили меня, начиная от юности, но не одолели меня. Суть не в том, через какие мы испытания проходим, но какие мы выходим оттуда. Послушайте, для нас не должно иметь никакое значение то, что происходит вокруг нас. Для нас должно иметь значение только то, что происходит у нас внутри. Мир возмутится все больше и больше, а я должен быть спокоен. Как часто вы теряете присутствие Духа? И если это случается в вашей жизни, что вы периодически раздражаетесь, это говорит о младенческом возрасте в христианстве. И не имеет значения, сколько вы в этой школе или в этом классе или в этой церкви. Это не имеет никакого значения. Там написано, если у вас есть ссоры, разногласия, то вы младенцы. Больше хочу сказать, есть семьи, где беда идет за бедой, где нескончаемые проблемы. Люди не будут понять, что происходит в их жизни. А Библия, знаете, что об этом говорит? Написано так, там, где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Это относится к семье, это относится к церкви. Где люди живут постоянно в каких-то ссорах, там нету ни покоя, ни мира, ни счастья. И не имеет значения, в какую ты церковь ходишь. Важно, что ты из себя представляешь. Важно, какое содержание ты несешь внутри себя. И я говорю, хочу вам сказать, есть так написано, что имею, то даю. Помните? И христиане, они просто готовы, кажется, все сделать и отдать, чтобы иметь то, что имели они. Петр и Иоанн, помните, когда они шли в храм, чтобы эти хромые поднимались. Но чтобы хромые начали двигаться, вы знаете, что надо вначале иметь? Я вам скажу, что надо иметь. Почему, например, одни раздражаются, когда они испытывают давление, а другие нет? Почему? Вы знаете, почему? Потому что у них этого нет. Внутри этого нет. Что имею, то даю. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Аллилуйя Богу. Люди, которые причиняют вам боль, послушайте меня, они это делают не от хорошей жизни. И кроме сострадания, они больше ни в чем не нуждаются. Но каждый из нас, он должен быть тем, кем он должен быть. Аллилуйя. Наше настроение не должно зависеть от поведения других людей. Я мог бы, время мое закончилось. Христос говорит, я предал хребет свой бьющим и ланиты свои поражающим. Лица свои не закрывал от поругания плевания. и я держу лицо как кремень. То есть плюют, а он сияет. Враги беснуются потому, что они не могут достать или победить его. И когда вы идете через трудные обстоятельства вашей жизни. Послушайте, и если в это время вы сияете от счастья, вы победитель независимо от того, что происходит вокруг вас. Есть новая христианская жизнь. И Бог желает поднимать нас на новую высоту. Не говорите лжи друг другу, совлегши святку человека с делами его. Вы мне скажете, когда закончить. Я вам расскажу один пример. Пришли лесорубы работать, лес валить. И только начали топор воровали, а он был один. Но среди них был священник, он собрал всех и молитесь так, чтобы ваша молитва была услышана на небе. И Бог обнаружил вора. Они встали в цепочку, начали молиться. Молились, 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 молились. Он спрашивает, ну что, открыл Бог, узнали вора? Нет, молитесь, молитесь горячей, молитесь сильнее. Они снова молятся, 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 молятся. А этот священник опять спрашивает, ну что, ну что, уже знаете, уже обнаружили вора? Вы молитесь? Он говорит, молимся, батюшка, молимся. А он говорит, а вор-то молится? А один из них говорит, молюсь, батюшка, молюсь. Иногда надо хорошо молиться, чтобы избавиться от всякой лжи. Ладно, я вам скажу только один шаг, следующий, просто начну и на этом закончу. Итак, облекитесь, как избранный Божий, это третий шаг в христианстве. Святые и возлюбленные, вы уже святые, вы уже возлюбленные, как святые и возлюбленные, милосердие, благо, смиренно, мудрое, кротость, долготерпение. Что это значит? Если, например, все спокойно, например, вот здесь долготерпение не надо, ну разве меня надо потерпеть еще минут пять-десять? Но есть такие вещи, когда надо долготерпение. И когда мы его имеем, вот посмотрите на меня сейчас, я этот цветочек вот здесь, я это хочу вам показать этим, что тут написано облекитесь, облекитесь это оденьтесь, оденьтесь так, чтобы это все у вас увидели. И я сегодня не жених и даже не друг жениха, но я просто хочу, чтобы вы поняли что-то важное, о чем я сегодня хочу сказать вам. Облекитесь, то есть оденьтесь, оденьтесь в это все так, чтобы люди это увидели у вас, что вы другие. Какой смысл, например, у вас была колючка на прямогроде, вы ее убрали, выкорчевали, но если вы туда ничего хорошего не посадили, какая польза? Какой результат? Вы знаете, какую вижу проблему в христианстве? Во многих церквях говорится о том, что не надо делать, и люди в основном это подчиняются и не делают, но мало говорится о том, что надо делать. Чем мы должны обладать? Так как времени нет, я просто хочу, чтобы этот хор Бог благословлял больше и больше. И я им скажу, а вы тоже кое-что для себя услышите. Вот смотрите, в чем важная истина. Вот эти хористы, они поют прекрасно в их регент, я уже ее готов забрать к себе, ну если Петро Моисеевич разрешит. Но послушайте, если бы еще этот хор, я говорю красный, если бы они еще улыбались, то здесь бы не устоял бы никакой грешник. Запомните, придет очень скоро время, когда мир придет посмотреть на горящую для Бога молодежь. Это как факелы будут, они поднимутся как армия, и будут многие идти, чтобы просто их увидеть. Поэтому, например, вот какую я истину хочу довести. Вот смотрите, как это было в моей жизни. Я пел, как вот все поют, но однажды в моей жизни встретился человек, я даже скажу вам по секрету кто, это был Давидюк Джордж. Я знаком с ним с 19 лет, и когда он приехал, например, к нам в гости, то они пели в своей группе. Я как услышал это пение, я, во-первых, подумал, что они с Луны свалились, они с Америки приехали, а то, как они пели, я на Украине ничего подобного не наблюдал. Они вроде бы пели те же слова, звуки по-украински, но они сияли, они горели, они светились. И вы знаете, когда я услышал это, мне захотелось, я сказал, Господи, я буду так петь, я буду петь так, как они. И нормально, когда мы что-то делаем, а кому-то хочется стать рядом. Делать то, что ты делаешь. А почему? Потому что то, что ты делаешь, оно привлекательно для других. И что меня удивляло, мы начали петь. И даже в то время в молодости, я сейчас это с содроганием вспоминаю, часто было так, что мы участвовали где-то в церквях в пении, и нас просили некоторые песни петь по два, по три раза. Найдите сегодня, чтобы вот так ты спел, а тебя попросили, можно еще один и тот же псалом? Мы привыкли слушать что-то новое, нового нет, не мачо слухать. Одно и то же, а назидания не уменьшаются, оно растет. Потому что суть не в том, о чем ты поешь, а суть в том, в каком состоянии твое сердце. И если сердце поет, то не нужны слова, а если сердце не поет, то никакие слова нам не помогут. Бог начинает работу из сердца. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! И таких примеров можно приводить много. И я знаю, что и в вашей жизни что-то было подобное. Но я хочу, чтобы вы что-то услышали. И вот что-то в конце концов мы все облеклись. Это Божья слава. Это отображение Иисуса. Мы должны понять, что если мы, например, были с Иисусом, люди должны замечать, что мы не просто были в церкви, а были с Иисусом. Мы Его видели, мы Его слышали, мы изменились. Аллилуйя! Слава Иисусу! Мы совсем недавно на Украине были своим хором. Я не то, что хочу хвалиться, но интересно было пять тысяч молодежи в Маллени. И когда наш хор просто пел в десять часов закончилось собрание, вечер. И вот эти люди, которые присутствовали там, они просили еще целый час наш хор петь, не расходились до одиннадцати часов ночи. Я это говорю, почему? Они что-то услышали. Мы ограничены временем, но я надеюсь, что вы что-то услышали. Есть совершенно другая жизнь в христианстве. И придет то время и приходит, когда Бог изменит нас не только внешне, но изнутри. Люди, чтущие Бога, они усилятся и будут сиять, как звезды. И пусть вас не волнует, что происходит в этом мире. Он погружается во тьму. Но чем глубже скорбь, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Заканчиваю, я хочу помолиться за этот прекрасный хор. Я знаю, когда мы снова встретимся, вы будете сиять от счастья. Если вы не против. Я хочу, чтобы Бог благословил вас, как церковь, благословил вашу молодежь. Мы поем так, мы дети Божьи, мы всех счастливее. Вы знаете, кому пить, как не нам. Я заканчиваю свою проповедь, послушайте, я вам скажу одну важную мысль. когда в свое время Нерон издевался над христианами и бросал их в огонь и к диким зверям. Погибали очередные жертвы. Но каждый раз, когда кто-то погиб, он спрашивал у своих, свое окружение, что делают христиане, которые ожидают своей очереди. И ему каждый раз отвечали, они поют. Он усиливал пытки, желая сломать их дух. И снова спрашивал, что делают христиане, которые видят, каких знакомых друзей растерзали хищные звери. Ему отвечали, они поют. Наше призвание с песней пройти по жизни. Если мы здесь только поем, и на этом наше пение закончилось, извините меня, грош цена этому пению. Мы должны петь, несмотря ни на что. Мы должны везде петь. Мы созданы для песен. Мы дети Божьи. Мы всех счастливые. Я верю, что шествие Иисуса Христа приближается к пришествию. И я верю в то, что народ Божий, он будет встречать Иисуса с песней. Здесь только спевки проходят. А окончательное пение будет у ног Христа и Агнца. Надеюсь, мы все встретимся там. И когда явится Христос жизнь ваша, жизнь наша, жизнь твоя и моя, если твоя жизнь Христос, то она несовместима с грехом. Если твоя жизнь Христос, она несовместима с неверием. Если твоя жизнь Христос, она несовместима с унынием. И когда явится Христос жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе, и там продолжим свое пение, и общение нашему не будет конца во веки и веки. Да благословит всех вас Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы должны везде петь. Мы созданы для песен. Мы дети Божьи. Мы всех счастливые. Я верю, что шествие Иисуса Христа приближается к пришествия. И я верю в то, что народ Божий, он будет встречать Иисуса с песней. Здесь только спевки проходят. А окончательное пение будет у ног Христа и Агнца. Надеюсь, мы все встретимся там. И когда явится Христос жизнь ваша, жизнь наша, жизнь твоя и моя, если твоя жизнь Христос, то она несовместима с грехом. Если твоя жизнь Христос, она несовместима с неверием. Если твоя жизнь Христос, она несовместима с унынием. И когда явится Христос жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе, и там продолжим свое пение, и общению нашему не будет конца во веки и веки. Да благословит всех вас Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь.